Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Правительство все же решило помочь валютным ипотечным заемщикам. Соответствующее постановление подписал премьер-министр. Общая сумма субсидий составит 20 миллиардов рублей. Государство поможет тем, у кого ежемесячный платеж в рублях вырос на 30 процентов или настолько же упал ежемесячный доход. Это, кстати, относится как к валютным, так и к рублевым заемщикам. При этом заемщик и его жилье должны соответствовать ряду параметров, в том числе являться жильем эконом-класса. Еще одно условие включения в программу – наличие просрочки не менее 30, но и не более 120 дней. В то же время по каждому кредиту возмещение может составить не более 200 тысяч рублей. Я бы сказал, что сейчас самое время помогать не только валютным, но и рублевым заемщикам вообще, ведь благодаря играм с курсом рубля реальный доход и у них сократился. Минфин России предлагает оставить в силе все ранее принятые решения по формированию накопительной части пенсии и не продлевать заморозку в 2016 году. Сегодня пройдет правительственное совещание о судьбе обязательной накопительной пенсионной системы. Финансово-экономический блок правительства и Центробанк ранее неоднократно высказывались о необходимости восстановления накопительной составляющей, которая заморожена с 2014 года. За полную отмену накопительной части пенсионной системы выступает, как ни странно, социальный блок в Кабинете министров. Российские туристы в преддверии начала туристического сезона стали бронировать больше горящих туров на турецкие курорты. В 2014 году Турцию посетило более 4 миллионов граждан России, однако количество отдыхающих в этой стране россиян за первые три месяца 2015 года сократилось на 26% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В апреле-майе 2015 года власти Турции окажут поддержку российским туроператорам в размере 6 тысяч долларов за каждый чартерный рейс, осуществляющий перевозку туристов из России в Турцию. Среда на российском фондовом рынке открылась отрицательным движением. Индекс ММВБ снизился до 1709 пунктов. В аутсайдерах – НМТП, МРСК-центра, ЛСР, аптечная сеть 36,6 и КАМАЗ. Лидерами стали «Полюс золота», «Фосагра», «Фармстандарт», «НЛМК», «Дикси» и «Магнит». К открытию торгов в России сложился смешанный внешний фон. Американские индексы завершили день разнонаправленно. На азиатских площадках преобладает положительная динамика. Курс доллара на 22 апреля – 53,97 рубля. Курс евро – 57,59 рубля. Золото стоит 2078 рублей за грамм. Серебро стоит 27,90 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent – 61,56 доллар за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах.